Совсем недавно я решил начать жизнь с чистого листа. Начал качаться, лучше питаться, и меня посетила мысль, а что если мне сделать нечто, чего я еще никогда не делал? Вторую серию какой-нибудь рубрики, например. Кстати, пока не забыл, нас уже целая тысяча, так что я вас заклинаю подписаться, если еще не подписаны на этот канал, и обязательно на мою телегу, все ссылки в описании. Всем здравия, мои хорошие, сегодня на повестке дня у нас... Боль. В прошлый раз мы с вами сочиняли металл на стандартных плагинах, и вот, наконец-то я смог справиться с ПТСР, которая стала следственной работой с Фл Слэйером, как вспомню, так сдрогну, а значит можно попробовать еще раз. Под прошлым роликом мне написали кучу советов, а также кто-то высказал идею о том, что Фл Слэйер подошел бы для Блэк Металла. Проверять я это, конечно, не буду. Ну, может быть за 50 лайков? В одном из комментов, кстати, еще спрашивали, почему я ФСП не использовал, а я просто забыл про него. Прямо как все вокруг забыли о том, что я тоже человек, и у меня тоже есть какие-то чувства. Короче, сегодня у меня была цель написать хоть какой-то сабжанр рока, при этом чтобы это звучало не колхозно, и в целом более-менее годно. Как мы выяснили из того самого видео, нормальных гитар в Флке нет, и при попытке прописать ритм гитару у нас выходит либо кал, либо черепаха. Так что, мной было принято решение в этот раз не использовать гитару, которая будет играть аккорды. Таким образом, я пришел к тому, что сегодня мы сочиняем постпанк. По традиции, начинаем с ударных. Берем плагин FCP и обнаруживаем, что он звучит так тихо и невнятно, будто его в детстве пиздила мать. Поэтому накидываем два параметрика, одним подчеркиваем все, что нужно, а другим все ненужное обрезаем. Добавляем чуть-чуть фастдиста, чтобы барабаны звучали мощнее, и естественно накидываем реверба. А то постпанк без реверба, ну это ни в какие ворота, пацаны. Далее, бас. Берем плагин под названием Бубас, слушаем, как он звучит. Если бы шашлык маринованный в моче мог говорить, он бы звучал именно так, да. Я пытался эквалайзером сделать звук более плавным, чтобы атака так не выделялась, но ничего не получилось. Поэтому накидываем реверба и забываем про этот бас, как про страшный сон. Не волнуйтесь, я вам обещаю, больше вы бас в этом ролике не услышите. Ну а теперь... Гитары, блядь. Сейчас объясню, в чем проблема. Как вы знаете, плагин и фолслейер это не гитарный плагин, а орудие пыток для заключенных Гуантанамо, поэтому его даже без перегруза использовать опасно, потому что он вызывает нервные срывы и ожоги на анусе. В поисках альтернативы мой путь лежал через папку Pax, сквозь папку Instrument, прямиком в папку с гитарами, где я нашел сэмплы стратокастера. Стратокастера. Где же вы были два года назад? Там есть сэмплы стратокастера с двух разных датчиков, плюс сэмплы страта в палмьюте и даже в технике тремоло. Я уже обрадовался, выбрал нужный сэмпл, накинул его все нужные мне эффекты, но неожиданно получил нож в шок в спину. Да, это говно просто клепует, когда ты его перегружаешь даже чуть-чуть, а типа, ну, без овердрайва это звучит как-то, ну, совсем... Что бы я ни делал, все было бесполезно. И тогда я пошел на крайние меры и забил член. В этот раз с гитарами вышло хоть и не идеально, но не так ужасно, как в прошлый раз. Так что сегодня разработчики и фэлки обойдутся без установок на диарею. Но если вы хотите, чтобы я пострадал еще, и хотите, ну, подобный ролик в подобной тематике, но уже с перегруженными нормальными гитарами, то я его не сделаю. Чисто из принципа. Вот. Но за 50 лари, почему бы и нет? Далее я добавил синтов и сэмплов. Благо в фэлке этого добра достаточно, так что сложностей у меня особых не было. И, на удивление, получилось даже неплохо. Так что результатом я доволен. Осталось только все нахуй испортить ревербом, срезом высоких частот и своим вокалом. Что ж, трек готов. Давайте же послушаем этот великолепный, я бы даже сказал шедевральный, кадр на смешариков. Субтитры сделал DimaTorzok Совсем один. Субтитры сделал DimaTorzok И это скверный знак художник. Может быть один, а человек никак. Один банал, один стакан, тапочки, одни как полусон, караван. Он тут за днями видит, как будто кто-то карантин. Назначил и ушел художник. Может быть, сяди, ему-то хорошо. День сорок, пять, по-нащим, а ты скинулся. День сорок, пять, по-нащим, а ты скинулся. Тиши ты, молодой, красивый. Совсем один. День сорок, пять, по-нащим, а ты скинулся. День сорок, пять, по-нащим, а ты скинулся. Ну а с вами был Данте. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, подписывайтесь на все мои соцсети по ссылке в описании, поддерживайте меня материально, а то мне нечего есть. Всем спасибо, все свободны. Адьос.